Разились селевкицкие войны, все это уже было прошлое, Александр Македонский прошел, и остались династии его наследников. Вот с тех пор более двух тысяч, насколько помню, трехсот лет тому назад, и празднуют праздник Хануки. И вот о нем, наверное, и поговорим. Рэп, Дуэд, здрасте. Добрый вечер. Действительно, все так и есть, ну, по крайней мере, в той части, которая касается праздника Хануки и ее предыстории. Действительно, нас ожидает светлый и веселый праздник, и в этом смысле Ханука действительно необычный праздник, потому что все-таки, чего, как говорится, греха таить, все эти века евреи жили достаточно кулуарно, и, в общем-то, старались мало пересекаться с окружающим населением. И все наши праздники, включая шаббат, субботы, все эти праздники, они обычно были для внутреннего потребления, в своем, так сказать, узком кругу. Ханука в этом смысле удивительным образом отличается. Я думаю, что все уже заметили, что и не только в Москве, не только в России, сейчас уже практически во всех крупных городах мира, и не только в крупных городах, вот эти необычные светильники, которые выставляют на улице, как раз примерно в это время, в конце ноября, в начале декабря. И это очень символично, потому что, да, иудаизм, еврейская традиция, это что-то кажется очень закрытым, но на самом деле у нас есть чем поделиться вот этим светом. И, конечно, Ханука это только символ. Прежде всего, свет это свет мудрости, многовековой, даже, я бы сказал, тысячелетней традиции. Вот это истинный свет, которым я готова поделиться. Но вот эти светильники ханукальные, это как некий знак, некий символ. И действительно очень символично, что эти светильники появляются именно в самое темное время года, вот в декабре. Я помню, когда один раз я был у своих родителей, которые проживают в городе Фейерлон в Нью-Джерси, и как раз в это время, это редкий случай, потому что обычно на празднике я бываю со своей общиной. И там очень забавно, вот в витринах магазинов, американцы любят всякие такие цацки, вот, такие эти рождественские фигурки пластмассовые, подсвеченные обязательно. Вот в магазине стоит с одной стороны вот их атрибутика, эти Санта-Клаус и всякое прочее. И, а с другой стороны, примерно в такой же стилистике пластмассовые ханукальные светильники. Так вот, это действительно такой вот праздник, который принципиально, вот, он для, так сказать, широкой публики. Даже когда мы не можем поставить светильники на улицах, то мы ставим их в доме, но желательно на подоконнике, на окне, так, чтобы его свет был виден снаружи. Ну вот, что касается этого праздника, вот, мне кажется, можно, конечно, рассказать историю, я, конечно, вкратце ее расскажу, но вот удивительно другое. Вот мы, допустим, наверное, на уроках истории, да, вспоминаем какие-то битвы, битвы того же Александра Македонского или какие-то другие известные битвы прошлого. Ну, раньше вспоминали, сейчас я уже даже и не знаю. Ну, допустим, мы знаем, мы знаем, какие-то запали, да, в память. Но кто наследники этих битв? Этих людей уже нету. Политическая карта мира столько раз уже перекраивалась, что даже самые выдающиеся победы, их уже ценность нивелирована. А вот это, в общем-то, на самом деле мелкое событие. Я специально посмотрел учебники истории, там две строчки. Национально-освободительная борьба иудеев против греко-сирийцев. Тысяча, то есть 167-й год до нашей эры. Все. В нашем учебнике истории, в российском или в израильском? Нет, в нашем, в советском, только таком, более для институтов. Не для школы, а для институтов. Там есть, это самое специальное, я посмотрел, есть две строчки. Но вот интересно, что эти две строчки, вот эта победа, да, это какая-то маленькая, с точки зрения мировой истории, победа. Да, вот евреи вдруг чего-то поднялись на борьбу, освободительную борьбу. Причем надо понимать, что это была династия Селевкида. Здесь все было правильно сказано, что была великая империя Александра Македонского, а то посуществовала очень недолго. В 323-м году Александр Македонский ушел. Начался дележ. И образовалось несколько больших кусков. Птолемеям, династии Птолемеев достался Египет. А Селевкидам досталась, в общем, огромная территория, почти равная Османской империи. И туда входила иудея. И вот эта крощина иудея, она была каким-то таким инородным телом, но формально туда входила. И когда налоги и всякие прочие дела, которые обычно бывают, они не смогли поднять иудеев на борьбу. Это была автономия. Очень похожая, немножечко как на Украину. То есть вот, но как только затронули какие-то болевые точки, какие болевые точки? Нашу традицию. Тору. То есть некие принципиальные моменты. И вот тут эта крощина иудея, которая, в общем-то, не возражала тем, что она будет провинцией. Но когда вопрос пошел на принцип, эта крощина иудея восстала. И, казалось бы, какие шансы? Династия Селевкидов, это кусок империи Александра Македонского. Это великая армия победителей Александра Македонского. То есть нет никаких шансов. Против нее повстанцы. Повстанцы. Но... Сделаем паузу. Сделаем паузу, да. Повстанцы, да. Повстанцы. Повстанцы. Я напоминаю, у нас в гостях Равин Довид Карпов. И мы остановились на истории. Маленький иудея, казалось бы, да? На самом деле, ведь мало кто узнает, что произошло. Чего, вообще-то говоря, евреи завелись. Так вот, завелись они потому, что Антиох Эпифан, его иногда называют Эпиман, то есть сумасшедший, что он, как я уже сказал, надавил на болевые точки. Пока это были просто экономические, политические, простые и прочие притеснения, евреи терпели. Это, к сожалению, тоже есть такое в нашей нации. Но когда он совершенно правильно решил, что главная это еврейская традиция, он хотел эллинизировать иудеев. Трудно понять, зачем это было нужно, но вот, так сказать... Но он же был сумасшедший? Ну, это так, он был одержимый. То есть это вот примерно так, чтобы исключить русский язык не был вторым государством. Вот примерно вот так это было. Большой привет Украине с Крымом, да, на самом деле. Да, примерно это было вот так. То есть непонятно зачем, потому что эти евреи соблюдали свои традиции, это никому не мешало. В принципе, там был достаточно религиозный плюрализм. Тем не менее, когда он это стал, потребовал, чтобы его статуя была в храме, а это уже было совсем серьезно, это уже противоречило основам мудаизма, и запретило какие-то базовые вещи, например, обрезание. И многие еврейские женщины демонстративно шли делать обрезание своим детям в Иерусалим, и, соответственно, погибали. Это был некий такой жест. Но так или иначе, это подняло иудею на восстание. Причем символично, что подняло восстание не какой-нибудь полководец, первосвященник Матитьягу. Первосвященник, но он был в отставке, он уже не служил, тем не менее. Вот, он оказался первым лидером этого восстания. Восстание было обречено. Это были повстанцы, горстко-храбрецов, которые ничего не могли противопоставить регулярной армии. Но когда поднимается весь народ, то понятно, что и главное, что им движет вот эта вот вера, то против этого нечего противопоставить. Конечно, Антиоха Пифан недооценил немножко восставших. Он все время посылал силы, может быть, происходящие в пять-десять раз, но этого было недостаточно. Если бы он послал сразу всю армию, конечно, чтобы он задавил восстание. Но и так в пять-десять раз. Да, пять-десять раз этого недостаточно. Восстание развивалось. И вот что интересно, что в конце концов оно победило. Что значит победило? Не может крошечные иудеи победить огромную империю. Мы отвоевали свою духовную независимость. Мы политически остались зависимыми. Вот главное, что мы смогли прийти в Иерусалим, очистить храм и заново осветить. Само слово ханука означает освящение храма и восстановить храмовую службу. И больше же Антиоха Пифана на это не посягал. Перемолоть армию можно легко, а откуда-то ее потом восстановят? Ну да, конечно, так вопрос не стоял. Ясно, что это не была чисто военная победа. Это была военная победа. Но главной ее это была победа духа. И там вот в храме произошло другое важное событие. Второе ханукальное чудо, которое мы, собственно говоря, и отмечаем прежде всего. Вот здесь стоят ханукальные светильники. Они немножко непривычной формы. Там не семь свечей, как это было в храмовом светильнике, а восемь. Потому что чудо длилось восемь дней. Как рассказывает история, что когда иудеи вошли в храм и восстановили его, осветили, надо было восстановить храмовую службу. И одним из важных элементов храмовой службы является зажигание вот этой миноры. Слово минора, наверное, многие знают, как слово шалом, например. Это храмовый светильник, семисвешник. И встал вопрос, его надо зажигать чистым с ритуальной точки зрения маслом. А таких масел просто не осталось, потому что греки все осквернили. И вот это второе маленькое чудо этой истории. Евреи стали искать из принципа. И нашли, как повествует история, один кувшин с маслом, запечатанный печатью предосвященника, которого могло хватить только на один день. И вот мне кажется, в этом моменте очень важный месседж для всех. Зажигать не зажигать. Я зажгу, через сутки это масло прогорит, а новую порцию можно только через неделю. Так какой смысл? То есть логика подсказывает, я бы сказал, греческая логика подсказывает, что зачем тебе надо подождать немножко, победа уже, все. Но есть что-то другое. Я могу сделать то, к чему я стремился. Могу восстановить храмовую службу, зажечь светильник, чтобы он светил. Да, это символический свет, это не светильник, который освещает. Это символический свет, свет победы. И евреи зажгли, просто полагаясь даже не на чудо. Просто вот они могли сделать это, и они это сделали. Всевышний откликается всегда на такой порыв души. И, как повествует история, случилось чудо. Это масло горело 8 дней, хотя его должно было хватить только на одни сутки. И вот в память об этом чуде и об этих 8 днях Хануки мы теперь зажигаем ханукальные свечи и светильник каждый день на одну свечу больше. Первую свечу не пропустите, мы будем зажигать в воскресенье 6 декабря вечером. Скажи, пожалуйста, а конец Хануки? Соответственно, следующее воскресенье, тоже последняя 8 свеча. Если уж евреев протовщило за последние несколько тысяч лет с потерями государственности, с войнами, с такими империями, которые на тот период, собственно говоря, и были аналогом хоть НАТО, хоть Соединенных Штатов, тоже мне, собственно говоря, разница великая. Ну да, Западная Римская империя, это и есть новые Соединенные Штаты. И как-то это все почему-то ничего. В этом плане я подозреваю, что все в этом мире можно извлечь урок. Из Хануки уж совершенно точно извлечь можно. Хотя еще недавно действительно этот праздник у нас был совершенно неизвестен. Ну, по всякому значению, кроме львезных евреев. Ну, кто его знал? Ну, чего-то там есть. Моя мама еще вспоминала, что детям давали Хануки гелт. Вот такие карманные деньги, маленький ей был традиционный стол. Сегодня при этом, на самом деле, зимние праздники, вот то, что называется в Америке Season Greetings, начинается с Хануки, дальше продолжается Рождеством, Новым Годом. В православной традиции сначала Новый Год, потом Рождество, а потом уже, на самом деле, и Старый Новый Год, который, ну, кроме нас, его ни у кого нет. То есть, наш человек начинает, в общем-то, веселиться, выпивая и закусывая с Хануки, и кончает Старым Новым Годом, после чего выдыхает, ну, в промежутке он ходит на работу, а после чего выдыхает, начинает выбрасывать, да, елочку засохшую с Нового Года, и, соответственно, дальше ждет Пасхи. Ну, там еще есть Пурим у евреев, и много чего интересного. А празднуют Хануку сейчас в еврейском сообществе? Да, конечно, конечно. Ну, как-то и в нееврейском отмечают тоже, на нее многих приходят. Не, ну, ее всегда праздновали, и в советское время праздновали, есть много таких сильных очень историй, как даже в лагерях как-то удавались, в местах, не столь отдаленных, удавалось как-то зажигать. Зимний праздник. Зимний праздник — великая вещь. Это очень... Особенно в нашей стране, где холодно. Сделаем паузу. Сделаем паузу на новости. Сделаем паузу, да, и я об этом расскажу. Ну, вот мы продолжаем, на самом деле, совершенно неожиданными параллелями историю о том, как евреи когда-то бились-бились и добились такие свои независимости. Тогда, помнится, восстание возглавил, насколько я понимаю, представитель семьи. Да, Сманеев. Сманеев, династия возникла вот целая. И дальше она, собственно, до римлян и досуществовала. При этом праздник ведь веселый, детский, на самом деле, праздник. Совершенно необычными для всех остальных еврейских праздников игрушками, традициями, волчки, которые, я вижу, ты веришь, перед собой. А это-то что? Ну, это тоже интересная, тоже специфика еврейской традиции, что вот вроде бы это была война, как любая война с жертвами, с героизмом. Есть история, которую я сейчас не буду рассказывать, просто назову, что хана и семь ее сыновей, которые героически погибли во имя веры. Но вот сейчас этот праздник трансформировался действительно в какое-то такое очень веселое, радостное действие, где, конечно, главным действующим лицом являются дети. И вот такая незамысловатая атрибутика. Ну, вот ханукальные свечи вы видите, это понятный всем и доступный образ. Второе, это вот ханукальный волчок, савивон, афидыш дрейдл. На языке стал быть идыш. Да, на языке идыш, да, на языке идыш дрейдл. Не все его знают, из тех, кто слушает наше радио. Почти никто, я знаю. Вот, и на... Ну, здесь он немножко нестандартной формы, вот это более стандартная форма, четырехгранная, там, соответственно, четыре буквы, аббревиатура выражения «Великое чудо произошло здесь» — это если мы в Израиле, и «Великое чудо произошло там» — это если мы за пределами Израиля. И, в общем, игра достаточно простая, его вращают, соответственно, выпадает какой-то гранью, и есть кон, куда каждый кладет, ставит там, ну, обычно орехи или что-нибудь такое, конфеты, и, значит, соответственно, ты либо забираешь себе, либо передаешь право хода другому. В общем, такой незамысловатый, ну, на самом деле, во всех таких вот игрушках всегда есть какой-то более глубокий смысл. Да, и какой же интерес? Ну, тут, на самом деле, его искать не нужно. Дело в том, что вот мы упомянули праздник Пурим, и они всегда идут парой, потому что два исторических праздника. Пурим — это весенний праздник? Это весенний праздник, это, соответственно, вот поздняя осень-зима, но дело не в этом. Дело в том, что это два исторических праздника, потому что все остальные праздники у нас, так сказать, библейские, то есть они были прописаны в Торе. Вот. Пурим и Ханука в Торе не упомянуты по понятным причинам, потому что они возникли естественным образом в результате конкретных событий. Пурим — это, соответственно, V век до н.э., Ханука — это II век до н.э. Пурим — это к Персии имеет отношение? Да, это имеет любое отношение к Персии, да, к Ирану, соответственно, как к наследнику, так сказать, Персидской империи, ну, такому, условному наследнику. Вот. И там вообще слово «пур» означает «жеребий». Тоже, то есть, та же, как волчок, это фактически вариант жеребия. И мы должны понимать, что действительно в нашей жизни есть некий элемент непредсказуемости. Он идет, на самом деле, не потому, что мы не знаем, как будет происходить событие, а потому, что в конечном итоге событие определяется волей Творца, а ее мы знать не можем. Но, тем не менее, хотя мы не можем ее знать, но мы рассчитываем, что Всевышний в какой-то момент нам подыграет. Мы должны всегда знать, что во всех наших усилиях есть очень важная доля усилий Творца, которую мы не замечаем, но должны всегда ее учитывать. Вот. Ну, понятно, что можно об этом пофилософствовать, прочитать лекцию, а можно просто поиграть в дрейдл, в этот волчок, и проникнуться этим, вот, почувствовать это просто так же, как, собственно говоря, вот и вся эта ханукальная история, в этот кувшинчик с маслом, которого вроде бы не должно было быть, а он нашелся, зажгли храмовый светильник, который не должен был гореть, а он горел, подняли восстание против армии, которая много раз превосходила и численно, и по всем другим параметрам все-таки победили. Это была победа, на самом деле, прежде всего духовная, потому что у нас не было желания бороться с греками, и тем более с греческой культурой. Греческая культура, я сам представитель греческой культуры, я ученый по своей профессии, так сказать, это основа на вот современного, так сказать, научного подхода заложили древние греки, половина терминов, так сказать, взятых из греческого языка. Да, но мы, да, все-таки у нас есть некий приоритет, мы не против того, чтобы рационально подходить к этому миру, рассуждать логически, но должно быть всегда место веры. Мы должны всегда помнить, что мы можем постичь до какого-то предела, дальше начинается непознанное. Вот, и вот это, собственно говоря, и была внутренняя пружина конфликта, что вот эллинизация, мы, конечно, сопротивлялись этому просто потому, что хотели сохранить себя, мы не были против греческой культуры, мы просто хотели оставаться иудеями, вот говорю, так же, как на Украине. Не делая другим того, чего не желаешь себе. И это в частности, да. Говорится, не приставай к русским, и они у тебя будут лояльными гражданами страны. Мы просто хотим сохранить какие-то элементы своей традиции, своей культуры, пусть там речь идет просто, может быть, о языке и каких-то более таких бытовых вещах. Но когда вот затрагивают некие болевые точки, принципиальные для нас, может быть, со стороны так не кажется, что обрезание, ну, проживете без обрезания, варварский обряд, да. Тем не менее, вот именно, допустим, запрет обрезания, он в большой степени поспособствовал восстанию, ну и некоторые другие. То есть, вот, традиция, вера, это не надо трогать, это наше. Но на Украине, сообщили вас, в ночь, собираются отменить в этот Новый год Деда Мороза и Снегурочку, как вот неукраинскую традицию. Ну, вот эта вот история с революцией. Притом, что и революция-то с Дедом Морозом, Снегурочкой, Новым годом, с елочкой, ничего сделать не смогла уж. Куда там сегодня? Да, они, наоборот, вынуждены были это, так сказать, узаконить, да, узаконить, да. Вот, но это я просто привожу как параллели, потому что, говорю, праздник Ханак, он не случайно ушел с нами в изгнание. Потому что, вот мы говорим про то, что евреи смогли восстановить храм, ну, не восстановить, отстроить его, его не разрушали, но осветить заново. И он продолжал еще функционировать два века. Потом римляне разрушили этот храм, изгнали иудеев со своей земли. И вот мы до сих пор два, две тысячи лет находимся в изгнании. Вот здесь с Женей сидим в изгнании. В изгнании, да. В изгнании, да. Ну, стандартно, да. В общем, формально, да. Но праздник Ханаки ушел вместе с нами, вот эти ханукальные свечи, чтобы разгонять эту тьму. И это еще один такой простой тоже, так сказать, простая идея, которая понятна всем. Как говорил Алтер Эбби, недавно мы как раз отмечали праздник его освобождения, буквально два дня назад, что даже маленький источник света способен разогнать густую тьму. Вот если, да, человек находится в темном, в кромешной тьме, даже крошечный источник света, он совершенно по-другому заставляет человека воспринимать действительность. И я думаю, что наши соотечественники в Крыму это хорошо понимают. И второе, что это вот видимость борьбы света и тьмы, такой образ, аллегория. Но реально-то тьма ничего не может противопоставить свету. Реально у нее, потому что тьма это просто отсутствие света. И вот если мы говорим по цветам, понимаем все-таки не физическое явление, а духовное, свет Тора, свет традиции, то тогда эта аллегория становится более такой объемной. И вот поэтому не случайно, ведь мы могли победить грехов когда угодно, но мы победили. И вот это ханукальное чудо произошло именно вот в это время, самое темное время года. Это просто объективно, это по законам природы так. И есть такой интересный момент, вот то, что касается праздника Хануки, что мы должны зажигать ханукальные свечи именно в темное время. То есть вот сейчас, после четырех часов, мы можем зажигать ханукальные свечи. Ну сейчас мы не должны, но вот в воскресенье вечером мы именно так и поступим. Какой критерий? Чтобы должны были быть прохожие на улице. Ну сейчас, слава богу, всю ночь есть прохожие на улице. Чтобы мы им сообщали о чуде. То есть мы зажигаем ханукальные свечи. Но они не для нас, они для других. Для тех, кто на улице, чтобы они тоже приобщились к этому чуду. И вот тут есть интересный момент. Там говорится, ну вот в древности, конечно, ночью все-таки люди спали. Так до какого момента можно зажигать ханукальные свечи? Пока, говорится, нога последнего Тормудои не уйдет с улицы. Слово Тормудои, я думаю, даже думаю, на слух люди не понимают, что это такое. Нет, не понимают. Но ощущение, что это такое бандитское, да? Это действительно был такой лихой народ, который занимался грабежом и разбоем. И они последние уходили с улицы, потому что... Работа такая. Работа такая. Так вот, это очень символично, что мы должны зажигать ханукальные свечи. Даже для них. Для них, да. Но чтобы последние вот такие Тормудои убрались с наших улиц. То есть это, чтобы это разогнали не только физическую тьму, но и духовную. И чтобы вот этих Тормудои на улице больше не осталось. Они не любят света. Они все-таки любят больше те темные стороны. Кстати, к вопросу. А ведь и вспрямь. На самом деле, а что происходило со всем этим при советской власти? Ведь на самом деле, ну, с религией все было как-то грустно. Ну, были отдельно взятые верующие евреи, их было мало. Были отдельно взятые традиционные евреи, их было чуть больше, но не сильно больше. И как-то это все очень быстро восстановилось. Я еще помню, в вполне таком советском еврейском подпуле праздновали еврейские праздники с жуткими названиями вроде Пасхи. И так вот это было очень не принято. Песох, что еврейский не очень был традиционно счастлив. В ЦК КПСС, что православная Пасха, вечные дружинники отгоняли молодежь. Ладно, бабушки в церковь пошли, а вот нам молодежи там делать нечего, молодежи для комсомола. Очень хорошо это все помню на самом деле. И тем не менее, ведь все уж тут теплилось. Ну вот это теплилось именно потому, что все-таки по большому счету этот свет погасить невозможно. И потому, что этот праздник, он еще потому очень живуч, что, допустим, дрейдл, это просто игрушка. Если человек не может, не знает всю эту предысторию, не может исполнить заповеди в полной мере, то хотя бы вот дрейдл, там латки с эти хлебные оладьи, которые традиционная еда на Хануку. Хоть в таком виде, но эта традиция сохранялась. Там на Пурим, соответственно, гаминташи, специфические маковые ватрушки. И пончики, пончики, то есть хотя бы в таком виде, но это невозможно истребить. Ну, теперь к новостям. Да, 5533-2008-900-370-63-63. Сейчас новости вернемся в эфир, у нас в гостях Довид Карпов, Равин. У нас в гостях Довид Карпов, Равин. И приходят вопросы. Приходят вопросы, в частности, вопросы разные, специфические. На некоторые я могу ответить сам. Я в данном случае, как многократно говорил, человек более чем светский, вполне себе неверующий. Не превращая общественное радио в синагогу, требование равно удалить религиозность от светского радио, равно как в церковь или мечеть или буддийский датсан. Но мы живем в мире, где религия на протяжении десятков тысяч лет, даже не тысяч лет, являлась основой всей интеллектуальной жизни. Мы живем в мире, где монотеизм в течение некоторого небольшого количества тысяч лет, он начался с евреев, его факел переняли христиане и мусульмане, кстати говоря, эту традицию, вот ряда аврамических религий, лег в основу современной цивилизации, к которой мы в том числе относимся. И то, что мы будем здесь обсуждать, рассказывать, расспрашивать, не только на еврейские праздники, но и на христианские, как я надеюсь, или на мусульманские, или на какие-то другие, не есть, заметьте, проповеди обращения в ту или другую религию. Мы просто знакомим с традицией. Мы хотели бы с коллегами, чтобы широкие круги публики вообще представляли, как этот мир устроен. Потому что воинствующий атеизм, уничтоживший огромное количество замечательных людей, потрясающих культурных ценностей, начался в том числе с напористого и нахрапистого миссионерства с одной стороны и с абсолютного безразличия к чему и кому угодно с другой. Ну что, исходя из того, что огромное большинство картин старых мастеров посвящены религиозным сюжетам, вы будете их изымать из Эрмитажа Русского музея или Пушкинского музея и изничтожать? Ну, разводим руками. Оно же светское, но если вам ближе творчество господина Бреннера, я не знаю, или группы Пусярец, ну, пожалуйста, на здоровье. Меня, честно говоря, от этого воротит. И я вообще не считаю это ни светскостью, ни чем бы то ни было, что заслуживает даже упоминания, разве что в качестве безобразного эпатажа. Хументаши при этом – это треугольные пирожочки с маком, так называемые уши Амана, традиционные действительно весенний праздник Пури. Но вот вопрос. Что принято произносить, поздравляя с Ханукой, перед тем, как выпить? А святое дело, потому что евреи – народ выпивающий. Вот это у нас, безусловно, с моей точки зрения, большой плюс по сравнению с близкоростными нам мусульманами. Ну, так получилось. И второе, ну, у каждого своя традиция. Вот у христиан спрашивает нас Иисус, у мусульман Магомед, пророк Мохаммед, а кто первый на рейде? Все-таки вопрос из Питера, соответственно, чек. Явно с морским оттенком у иудеев, а точнее у евреев. Ну, замечательно, да. Вся наша традиция строится на вопросах и ответах. Собственно говоря, весь Талмуд – это вопросы и ответы. Ну, вообще-то, когда мы выпиваем, мы обычно выражаемся более аккуратно, вот, мы делаем лыхаем. Лыхаем – это в переводе означает «за жизнь», то есть это такой универсальный тост. Кстати, это единственный тост, насколько я знаю, «за здоровье пьют». Вот все что угодно. Единственное, по-моему, евреи, у которых есть тост «за жизнь». Проверял многократно, вот ни у кого нет. Да, «за жизнь». Вот, ну, поздравляют Хануко Саме, говорят, веселого праздника. Ну, Хануко, скажем так, не самый пьяный праздник. Конечно, тут пури вне конкуренции, потому что там это просто является одной из основных обязанностей. В Хануко все-таки обязанностей нет, просто делают праздничный стол. Это не является пропагандой иудаизма. Да, это не является. Это мы так рассказываем. Да, я понимаю, да, и рекламой. Вот, а то, что касается, значит, кто у нас первый на рейде, ну, тут надо оговориться. Конечно, Маше, то есть Моисей, потому что он, через него мы, из его рук мы получили Тору, это во время Синайского откровения. Но дело в том, что все-таки скорее можно провести параллель между Моисеем и Магометом, да, благословитого Аллаха приветствует. Потому что они действительно, они пророки, они учителя, но их никогда не обожествляли. Вот, Маше умер, естественным образом, так же, как любой другой человек. Место его захоронения неизвестно, где-то на горе Нево, в Иордании, именно для того, чтобы это не стало местом поклонения. Больше того, мы считаем, что в каждом поколении есть человек, который выполняет некую аналогичную функцию, глава поколения. Вот, ну, в нашем, допустим, поколении любавческие рэби. И далекий-далекий приемник Маше, вот, который выполняет в каком-то смысле такую же функцию. Ну, и когда-то мы ждем, что придет Маше, их мессия, и тоже сделает то же самое, что сделал когда-то Маше. Вывидит нас из изгнания. Традиция есть традиция. На самом деле, мы упомянули ханукальную еду, и здесь я могу только горько плакать, учитывая курпулентность свою, особенно сравнительно с тобой, потому что, конечно, ханукальные пончики, особенно со сливовым повидлом, для меня абсолютно катастрофичны. Ну, так мы давно не заходили в столовую, сложно сейчас говорить о таких вещах. Нет, ну, ханукальные пончики в столовой на ВГТРК все-таки отсутствуют. По крайней мере, ханукальные пончики не настало, да, но, тем не менее, ну, булочки, конечно, да. Вообще, любой еврейский праздник, он же еще отмечается кулинарией, тут ведь никуда не денешься, кулинария разная, причем в разных этноконфессиональных группах есть разные традиции. Я даже не знаю, на самом деле, я действительно этого не знаю, существуют ли те же ханукальные пончики у евреев восточных или только у ашкеназов? Ну, часто все-таки это, да, по регионам, слишком мы так разбросаны, мягко говоря, по всему земному шару, поэтому, конечно, есть свои, там, у грузинских евреев какая-то своя традиционная кухня, там, у еменских, у ашкеназских, вот. Ну, вот, так сказать, в нашем регионе это пончики, латки, драники, как еще называют, это картофельные оладьи, вот. Ну, считается, что вот масло, то есть, поскольку они на масле, то есть какая-то такая коннотация с праздником, поскольку там главным действием, так, эти, главным, не знаю, как сказать, действующим лицом, не лицом, конечно, но главным атрибутом является вот это оливковое масло, которое нашли и которым зажгли храмовый светильник. Вот, поэтому... Здоровая средиземноморская кухня. Да, да, поэтому вот, вот, так и тут, особых изысков нет, конечно, основные изыски это, там, на Песах, на Пасху, вот, здесь вот в основном вот эти вот. Но это действительно существенный момент, почему? Потому что праздничный стол это часть ритуала, то есть это не просто, но естественное желание, вот, да, это некий обязательный номер программы. Есть какие-то блюда определенные, да? Есть, ну, в Ханнуку, вот я говорю, это скорее традиция, то есть это просто обычай, а в некоторых случаях, например, маца, это просто обязанность религиозная, то есть на еврейскую Пасху мы должны есть мацу, это не потому, что это... А маца это как? Что это? Маца это то, что называется пресный хлеб, но это лучше показать, чем рассказать, ну, Бог даст, дойдет до праздника Пасхи, я принесу... Мука, вода? Мука и вода, да, но они очень специфической формы. Никаких дрожжей? Они очень специфической формы, тут даже дело не только в составе, а во всем, так сказать, это некая ритуальная еда, которая является символом, а которая вот обязательно на пасхальном столе находится. Кстати, задали вопрос, когда ждать православных богословов, Артем Краснодар. К моему огромному сожалению, после каникул, потому что, насколько я понимаю, все-таки Рождество у нас какого числа? Седьмого. Ровно когда на вестях будут каникулы, и тут я ничего сделать не могу. Это у нас с вами будут каникулы вести, это будут работать. Но вот я надеюсь, что все-таки в наши каникулы, тем не менее, кто-нибудь придет, и я искренне надеюсь, что после того, как все-таки мы вернемся, вот тут-то коллег и друзей позовем, заодно уж хоть постфактум, но все-таки поговорить. То есть не надо переживать, потому что не переживайте. А православных праздников уж точно ничуть не меньше, чем еврейских. Хотя еврейские очень специфичные, они, как правило, имеют некоторое отношение к какой-нибудь войне, к какому-нибудь восстанию, к какой-нибудь карательной экспедиции, которая сорвалась. Немного с кровью там, да? Да не с кровью, скорее. Просто это обычно, вот нас тут хотели перебить, это не получилось потому-то и потому-то. А теперь пошли покушать. А теперь сделаем лыхаем, да. Но это же на самом деле ровно так, потому что вот у вас греки, вот у вас при персах чего-то было, вот римляне, вот еще чего-нибудь с Египтом, кстати говоря, большой привет Пасхе, исхода из Египта и фараонам, которых армию моря затопило, пока евреи перешли. Тут много-много разного. Но при этом свечи же зажигаются не все одновременно, их зажигают по одной. Да, их зажигают по одной, тут тоже есть своя символика, потому что чудо как бы нарастало, ну не как бы действительно нарастало с каждым днем, и поэтому в первый день мы зажигаем одну свечу, во второй две и так далее. В последний день горят все восемь свечей, и тут мы видим ханукальное чудо во всем его, во всей его красоте. И в общем в этом тоже есть, ну в свое время мудрецы спорили в каком порядке зажигать и как зажигать. Ну вот остановились на таком варианте, поскольку это же не прописано в Торе, в Торе это праздник не упомянут. Но вот тот вариант, который уже стал общепринятым, в нем тоже есть свой скрытый смысл. Мы в святых вещах, ну в правильных вещах, мы должны всегда немножечко добавлять. Вот в следующий день мы должны зажечь еще одну свечку, по сравнению с предыдущим. Свеча горит, это хорошо, уже легче. Но в следующий день мы должны зажечь следующую свечу. Мы должны продвигаться. Вот в каких-то вещах хорошо постоянство и стабильность, но в святых вещах мы должны продвигаться, мы должны прогрессировать. Да, Рэб, к сожалению, у нас время подошло к концу. Ну что делать? И вот опять новости. Ну хотя бы о чем-то мы поговорим. У нас в гостях был Равин Довид Карпов. Спасибо большое. До завтра.